Вала Щук СД пишет вам эссе, в жизни рок-н-ролл, Вала Щук СД Всем привет! Иногда я хожу на концерты классической музыки, но не всегда везет попадать на интересные и качественные концерты. Бывает, что попадаю на какое-нибудь дежурное мероприятие, где музыканты просто отрабатывают номер для гостей столицы. А это сразу чувствуется, даже если ты в этом глубоко не разбираешься. Я, по возможности, ухожу с такого капустника в первом же антракте, не дожидаясь окончания концерта. Но, глядя на празднично одетую публику, у меня всегда возникает вопрос. Интересно, это только у нас в стране классическая музыка считается намного духовней любой другой музыки. И что на концертах классической музыки со сцены не могут гнать всякую халяву. Это ж классика, и это профессионалы. И поэтому туда надо обязательно ходить во фраках и вечерних платьях. Ну или, по крайней мере, в классическом костюме. И обязательно надо кричать «Браво!». А уж если ты пришел аж в саму Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского, да еще и в Большой зал, то там тебе обязательно продемонстрируют высокое искусство. Выше не бывает. Но с каких это пор? Дежурное упражнение по инструментальной технике и по сольфеджио, даже в виде сложного многоголосия с самыми замысловатыми и неожиданными сочетаниями нот, аккордов и пауз, стали называться искусством. Спору нет. Искусство – это то, что простому смертному невозможно повторить. Для этого нужны годы упорной учебы и труда. Но профессионального мастерства мало, чтобы перешагнуть ремесленную планку и подняться выше, в сферу искусства. И даже перешагнув эту планку, нет гарантий, что каждое твое произведение будет произведением искусства, а не высококачественной ремесленной подделкой. У меня нет ответа, где та грань, что отделяет ремесло от искусства, и как вообще происходит это превращение Золушки в принцессу. Но Золушку, не доросшую до принцессы, мне видно сразу, так как у меня есть один собственный критерий на этот счет. По моему мнению, настоящее искусство вызывает у человека какие-то неподдельные искренние чувства. Более того, вызывает у человека крайнюю степень эмоций, восторг, восхищение, ужас, сочувствие, слезы, ненависть, задумчивость, да что угодно, но только неравнодушие и тем более не скуку. И только потом, после этого первого впечатления, настоящее искусство вызывает у человека понимание того, что повторить это он не в силах. И не только потому, что это сложно технически и требует высокого профессионального мастерства, а еще и потому, что автор и исполнитель смогли вложить в свое произведение всю свою энергию, свой талант и свое неповторимое понимание гармонии этого мира. Но не наоборот. Сначала понимание того, что ты так делать не можешь, а потом какие-то сильные чувства. Это уже рассудочное восхищение. То есть восхищение надуманное, а значит фальшивое. Значит перед тобой не искусство, а в лучшем случае высококачественная ремесленная подделка. Поэтому и крики «Браво!», вызванные подобными вещами или опусами, тоже фальшивые, от ума, а не от сердца. И кричатся они лишь для того, чтобы показать окружающим, насколько ты высоко духовен и разбираешься в тонкостях музыкального искусства, понимание которого недоступно простым смертным. То, что происходило вечером 12 ноября в Большом зале Московской консерватории в виде хоровой феерии на произведения Юрия Эриконы, как раз и было, на мой взгляд, то самое ремесленное действие высокой степени сложности, которое никаких особых чувств, а уж тем более крайней степени эмоций не вызывало, а лишь заставляло думать именно о его технической музыкальной сложности и только. По крайней мере, это точно можно сказать о первой половине этого концерта. Эдакая музыкальная заумь со сложнейшими вокальными партиями. Для подкрепления и усиления этого музыкального мероприятия, а также для придания ему статуса высокого искусства, были задействованы известные представители другой профессии, актерской, всякие народные и заслуженные, Бедрос Киркоров, Виктор Сухоруков и Жанна Эпле, которые с выражением, прям как любила требовать наша учительница по литературе, читали стихи между хорами, чтобы зрители потом хоть понимали, о чем там поется, так как без такой подготовки разобрать это было бы проблематично. Идея в принципе хорошая, но выражение, с которым они читали стихи, на мой взгляд, не всегда соответствовало тому, что требовала наша учительница, и тем более тому, что вкладывали в свои строчки поэты. Бедрос Филиппович так тот вообще забыл прочесть последнюю строчку в одном из стихотворений, не завершив страфу рифмой. А Сухоруков, я так понимаю, для оживляжа, даже бегал по сцене, громко декламировал и размахивал листиками с текстом. В зале также сидел поэт-песенник Илья Леопольдович Резник, на стихи которого были исполнены два хора. А само действие ввел заслуженный телевизионный эстет Владислав Пьерович Флярковский. Ну как тут не кричать браво! Но вся эта тяжелая культурная артиллерия не уберегла это мероприятие от налета скуки и не помогла заполнить зал даже на две трети. В принципе, данное мероприятие ничем не хуже других и как некое развлечение имеет право на существование. Но мне, помимо музыкальной зауми, резонула ухо одна вещь. Это несоответствие музыки и стихов. Вроде использовали стихи известных поэтов Михаила Лермонтова, Анны Ахматовой и более современной Карины Филипповой, но звучало как-то противоречиво. На мой взгляд, многие стихи были не про то, о чем говорила эта музыка. В них заложена совсем другая мелодия. Или наоборот, музыка была не про то, о чем говорится в этих стихах. Вот какой-то такой диссонанс. Я понимаю, все, что я говорю, очень субъективная вещь. Но у меня сложилось именно такое впечатление. И все же надо отдать должное. Вторая половина прошла повеселее. Были исполнены хор на стихи Андрея Вознесенского про арбузы, где Сухоруков как раз и бегал по сцене и кричал «Арбузы! Арбузы!». И в самом конце, при поддержке хора, была исполнена прекрасная сольная песня про фламинго, которая, опять-таки, на мой субъективный взгляд, достойна того, чтобы называться искусством, несмотря на свою простоту и близость к эстраде. Эта прекрасная песня была исполнена такой же прекрасной Ириной Поливановой со своим, опять-таки, прекрасным сопрано. При этом текст песни, на мой взгляд, полностью соответствовал музыке. Ну или наоборот, музыка соответствовала тексту. Автор, по моему мнению, все это тоже очень хорошо понимал. Не просто же так он поставил ее в самом конце концерта. Я имею в виду, автор понимал не то, что эта песня самая удачная в концерте. Это было понятно любому, даже имеющему очень отдаленное представление об искусстве. А понимал то, что все, что исполнялось до этой песни, было лишь упражнениями в сольфеджио. Поэтому песня пелась дважды. Но не потому, что бесировалась. Кричальщики «Браво» почему-то на этой песне не буйствовали. А скорее всего, она повторялась по просьбе телевизионщиков. Но я с удовольствием прослушал ее и второй раз. И при возможности послушаю еще. Хорошая работа. Уже после концерта узнал, что эта песня полностью написана Юрием Риконой и слова, и музыка. Может быть, поэтому в ней совпадали музыкальная и словесная мысль. Не мне давать советы профессиональным музыкантам, но я бы задумался над этим. Может, действительно самому сочинять и то, и другое, а не обкладываться знаменитыми именами. От этого не всегда становишься ближе к искусству. А под конец я хочу обратиться к организаторам и исполнителям подобных мероприятий. Господа, если вы будете на публике упражняться в сольфеджио, читать стихи не с тем выражением, что заложил в них поэт и что требует наша учительница по литературе, а также будете забывать строчки и писать музыку, не соответствующую стихам, то у вас таки будут полупустые залы, а публика лучше пойдет на концерт группировки «Ленинград», где хоть и поют с матом, так зато весело и честно, и тоже, между прочим, на высоком уровне исполнительского мастерства. Но прежде чем сказать всем пока, я покажу вам очередь в женский туалет после этой феерии и напомню свои мысли о том, что если в театре один буфетчик на тысячу человек, то это очень красноречиво говорит об отношении руководства театра к публике. В Московской консерватории именно так, только там еще и один женский туалет на 1737 посадочных мест большого зала. Тем не менее, я нашел в интернете отзыв одной восторженной дамочки, восхищавшейся величественной дверью в туалет и тем, что в буфете никогда нет свободных мест. Настолько он прекрасен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok